Здравствуйте! Наконец-то финальная глава сервиса М2. Моя любимая. Вот, это была длинная дорога, но тем не менее, мы ее вскоре закончим. Мы оказываемся в таком фтуристичном городе, который мы чуть позже оценим по визуал. Для начала нам надо собрать оружие и устранить некоторых ребят. Мы достаточно быстро получаем базовый арсенал. После поднятия супер-дробовика появляются вот такие вот летучки. Они иногда могут раздражать, но здесь не имеем никаких проблем. Дохнут быстро, летают в основном по адекватным паттернам, поэтому их выслить не сложно. Ну и наши старые знакомые из Балу, которые летают более свободно. Там еще пара ребят стоит на охране. Хочу вот здесь скорпионов заранее убить. Это раздражающие ребята. Отлично. Далее. Идем к тому фонтану. Там, как видите, есть броня. И ракетницу. Я такие загогулино делаю, когда во что-то вырезается. Это забавно. Так, ну вроде все поутихло. Просто хочу немножко осмотреться и показать, насколько это все круто. Я очень люблю этот уровень за визуал. Все очень классно смотрится. Такой город будущего какой-то. Я не знаю почему, но мне очень он нравится. Ну и музыка, конечно, добавляет. Просто послушайте. Субтитры добавил DimaTorzok. картинка всегда на высоте здесь отличные такие электронные композиции что спокойно и что боевые не менее здесь у нас находится первый секрет пока мы войдем сюда появятся наши ребята которых вы давно им давно не видели не знаю как они сюда попали но разумеется видимо их был манкейв а тут стол для покера из second encounter картина замечательных разработчиков serious drink for serious monsters pinball serious m кстати с обложкой отвергнутой для сервиса м xbox и разумеется мячик загадываем в и получим сердце которое нам не нужно сейчас но хорошо что мы есть далее заспауним немножко еще монстров просто потому что оборот этих боеприпасов вызовет парочку этих летунов так же как и вот этой аптечке я полагаю все можно двигаться дальше здесь еще при каких-то обстоятельствах вертолет появляется но я честно говоря не понимаю то ли уничтожить что то ли чем не хочется проверять нет без разницы если честно я все равно не иду на максимально возможное здесь убийство иногда иду конечно мы тем не менее иногда появляется после того как попугая там подберешь рядом с кустом иногда нет вот что-то сломать надо и когда не обращал внимание да и в данный момент мне тоже интересно если честно об обстановке мы оказываемся заперты в этом маску раз обстреливают скорпионы и полетушки разного ошибок между так же красный как вы можете видеть раз пропускают так или иначе вперед и мы можем уничтожить красного восстановимся после этого и продолжим я не знаю мне очень нравится который построен там дома всякие внизу и так далее очень все детализировано здесь будет достаточно много монстр основном то скорпионы и солдаты просто спаян у них ракетами видим красную пыль иногда зеленую так вроде все ну и красненький разумеется после того как мы здесь соберем ресурсы появится вот этот вертолет который очень кинематографично расстреливает стекла где то а вот так но и здесь небольшая плаформинг секция чтобы перебраться в эту сторону для начала мы пойдем за секретом вот сюда запрыгнуть бы давай отлично здесь просто мешки с очками но когда мы пройдем немножко дальше мы здесь увидим вот этих малюток это миленько так аккуратно сюда я пожалуй вернусь за птичкой просто чтобы было так довольно простая прыжковая секция тем не менее здесь можно упасть при определенной сноровке и так пойдем немножко дальше и на нас сброчат еще больше различных сил сопротивления которые мы мы разумеется справимся справимся ой-ей-ей ээээй они прям не хотят чтобы я проходил дальше часть их никто не спрашивает здесь пушку устранили остались ребята здесь и три красных скопьёна на выходе ты еще живой и а вот это отлично мы получаем миниган и овер но необычный потому что как видите впереди нету дороги может быть это невидимый мост кто его знает эти ребята также стреляют по другому заранее хатснайперим так и прежде чем мы продолжим первым последний секрет это дерево да все отлично и если стрелять в виде морковки то мы получим здоровье да очень полезны для вас детишки тем не менее когда мы сядем за этот ховер мы обнаружим что он летает и стреляет такими полусамонаводящимися снарядами все равно нужно целиться но немножко доводочка есть что очень помогает учитывая с кем нам придется здесь воевать приоритетные цели здесь вот эти вот летуны раздражающие наши любимые потому что они не только спамят лазером но они еще и камикадзе немножко как вы все помните и у нашего летательного аппарата не так много запаса прочности если они за нас врежутся это будет геймолот так что надо за ними следить вторая приоритетная цель это вертолеты потому что их ракеты и пулемет ну а вот эти ребята не составляют проблем если мы будем активно двигаться они у нас никогда не попадут ну собственно этим мы здесь и занимаемся по сути финальное сражение этого уровня и 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 Я ничего не имею против конкретно вот этой секции, она разнообразит, вносит разнообразие, да и инструментом давит подходящий, то есть тут нет никаких проблем. Но тем не менее она немножко затянутая. Ну без видимой на то причины, если нам очень много нужно убить. Различных ребят. Ну и паттерн появления противников вроде как и ясен и понятен, но все равно превращается в какую-то миссию, как сейчас, например. Но ничего. Пока все это происходит, мы можем насладиться панорамой города, который прекрасен, но он правда красивый. И музыкой, разумеется. И музыка, разумеется. И музыка, разумеется. Страшные-страшные звуки летунов. Ну можно как-то... ладно, неважно. В некоторых случаях, насколько я помню, можно проскочить в эти ворота, когда оттуда выбегают ребята, или просто они открываются, если высадимся. Но не будем рисковать. Но не будем рисковать. У нас так подронили. Я поймаю. Давай! О, осталось немного. Я думаю. Да, отлично. Да, это первый уровень Сириус-Ополиса. Весьма многообещающий, исходя из сражений, которые здесь происходят, и всего того оружия, которое нам дают прямо вот, по сути, вот здесь сейчас, пожалуйста, все инструменты полезные. Тем не менее, сам уровень просто потрясающий, по моему мнению, он мне всегда очень нравился. Вот какой-то такой светлый, такой, вроде и футуристичный, вроде должен быть такой, я не знаю, это не вот такой клише, как холодный киберпанк или что-то такое. Тут есть похожее место, дальше будет уровень, но тем не менее, вот он какой-то такой радостный, солнечный, таким свежим ощущается, я не знаю. Очень приятный уровень, и музыка просто потрясающая. Следующий уровень, благо, продолжит такую презентацию. И да, увидимся там. Спасибо большое за просмотр и всего доброго.